Добрый день, уважаемые коллеги! Начнем мы с рака пищевода. Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые коллеги! Этот показатель был более чем в два раза выше по сравнению с пациентами, которые находились в группе наблюдения. 22,4 месяца против 11 месяцев. Причем неволума был эффективен у пациентов независимо от гистатипа, будь то аденокарцинома, будь то плоскоклеточный гистатип. И существенно не отличалась в зависимости от уровня ПДЛ. Очень интересной была оценка беспрогрессивной выживаемости в отношении развития отдаленных метастазов. И мы видим, что здесь также пациенты, получавшие неволума, имеют достоверно более высокий период до развития отдаленных метастазов по сравнению с больными, которые находились в группе плацебо. Практически 2,5 года против 1,5 лет в группе пациентов, которые находились в группе плацебо. Несмотря на достаточно интенсивную предлеченность пациентов, неволума обладает достаточно благоприятным профилем безопасности. И серьезные нежелательные явления в процентном соотношении как в группе иммунотерапии, так и в группе плацебо были абсолютно идентичны. И на основании этого исследования был сделан достаточно серьезный вывод о том, что пациенты раком пищевода при отсутствии полного патоморфоза после проведенной химиолучевой терапии, после хирургического лечения абсолютно подлежат проведению девантной терапии неволума, благодаря которой существенно снижается риск рецидива или прогрессирования заболевания. Медиана беспрогрессивной выживаемости колоссально выше по сравнению с группой наблюдения. И еще раз акцентирую внимание, что выигрыш беспрогрессивной выживаемости, он не зависит от гистотипа и не зависит от уровня ПДЛ в опухолевой ткани. И поэтому девантная терапия неволумабом – это новый стандарт лечения пациентов с местно распространенным раком пищевода и кардиозофигального сочленения. Что касается метастатического процесса, то на сегодняшний день явных стандартов первой линии терапии для метастатического рака пищевода не существует. Аденокарциномы лечатся по принципам рака желудка. При плоскоклеточном гистопедии мы можем использовать трехкомпонентные режимы терапии. А иммунотерапия до последнего времени находилась на второй и третьей линии, и то при определенном уровне экспрессии ПДЛ в опухолевой ткани. И вот мне бы хотелось представить результаты клинического исследования КИНОД-590. Мне особо приятно о нем говорить, потому что мы непосредственно принимали участие в этом исследовании. Довольно-таки большая когорта пациентов, 750 больных, неоперабельно местно распространенным или метастатическим раком пищевода. Также это больные аденокарциномой или плоскоклеточным гистопедии, которые подвергались рандомизации в две группы. Это стандартный платиновый дуплет 4-й циклахимиотерапии фторурацил и цисплатин. И разделение было в зависимости от добавления пембролизумаба или плацебо. Лечение проводилось до прогрессирования или неприемлемой токсичности, либо максимальное введение пембролизумаба не более 35 циклов. Первоначально включались пациенты с уровнем CPS более 10, а затем включались пациенты с более низким уровнем экспрессии ПДЛ в опухолевой ткани. Было показано, что добавление пембролизумаба для первой линии терапии больных плоскоклеточным раком пищевода при CPS больше 10, это примерно 52% пациентов, достоверно увеличивает показатели общей выживаемости практически 14 месяцев против 9 месяцев в группе больных, которые получали только химиотерапию. И позже было показано, что благодаря добавлению пембролизумаба увеличивается медиана общей выживаемости пациентов и с более низким уровнем экспрессии ПДЛ в опухолевой ткани. Помимо этого, добавление пембролизумаба увеличило частоту объективного ответа с 29 до 45%. И если говорить о спектре токсичности, то нежелательные явления, связанные с лечением, они были примерно идентичны как в группе комбинации химиотерапии и иммунотерапии, так и в группе больных, которые подвергались только химиотерапевтическому лечению. На основании этого исследования было сделано заключение о том, что в качестве первой линии терапии пемболизумаб плюс химиотерапия в сравнении только с химиотерапией у пациентов, распространенным раком пищевода, значительно увеличивает показатели общей, безрецидивной выживаемости и частоту объективного ответа. Поэтому пембролизумаб плюс химиотерапия на сегодняшний день является новым стандартом первой линии терапии пациентов с местно распространенным раком пищевода и кардиоэзофиального сочленения. Все эти изменения мы сегодня видим в рекомендациях НССН, они же отражены в наших отечественных рекомендациях. И переходя к метастатическому раку желудка и кардиоэзофиального перехода, когда речь идет о зиверте 2 и 3, посмотрим, какие изменения здесь произошли. Метастатический рак желудка в лечении метастатического рака желудка иммунотерапия до последнего времени занимала второе-третье место, и то при определенном уровне экспрессии ПДЛ в опухолевой ткани. Попытки прорыва пембролизумаба или авиумаба во вторую и в первую линию увенчались отрицательный ответ. И на сегодняшний день мы обладаем с вами результатами двух клинических исследований. Это исследование Чикмейт-649 и исследование Тракшин-4, в которых изучалось добавление Ниволумаба в качестве иммунотерапии для первой линии лекарственного лечения. И вот одно из этих исследований, это исследование Чикмейт-649, огромная когорта больных, практически 1600 пациентов. Это пациенты с неоперабельным распространенным метастатическим раком желудка или кардиозофиального перехода. Сюда же включались пациенты и аденокарцинома пищевода, которые были рандомизированы на две группы. Первая группа это больные, которые получали стандартный режим химиотерапии Фолфокс либо Ксилокс на усмотрение исследователей в сочетании с Ниволумабом, стандартный режим дозирования. И вторая группа это пациенты, которые получали только режим химиотерапии. Как обычно, лечение проводилось либо до прогрессирования, либо до развития неприемлемой токсичности. И основную массу составляли пациенты 70%, это были больные раком желудка. Первоначально также здесь несколько такой иерархарический набор пациентов. Первоначально включались пациенты с уровнем СПС больше 5, а затем пациенты с уровнем СПС более 1 и с нулевым уровнем экспрессии ПДЛ. Что было показано? Было показано, что медианы общей выживаемости пациентов с уровнем экспрессии ПДЛ более 5 демонстрируют достоверно более высокие показатели общей выживаемости. 14,5 против 11 месяцев в группе больных, которые получали только химиотерапию. Аналогичные данные были получены в отношении и без прогрессивной выживаемости, хотя здесь разница не столь выраженная 7,7 против 6 месяцев, но тем не менее это разница статистически достоверная. Если говорить о пациентах с уровнем более низким, уровнем экспрессии ПДЛ в опухолевой ткани, СПС более 1, то и для этой когорты больных добавление неволумаба к химиотерапии в качестве первой лимии демонстрируют более высокие показатели общей выживаемости. В целом все пациенты, которые были рандомизированы, независимо от уровня ПДЛ, они показали более высокие показатели общей выживаемости по сравнению с химиотерапией и иммунотерапией неволумабом, по сравнению с больными, которые получали только химиотерапию. Что касается эффективности, то частота объективного ответа благодаря добавлению неволумаба к первой линии терапии прыгнула до 60% против 45% в группе больных, которые получали только химиотерапию. На основании этого исследования было сделано заключение, исследователи пришли к выводу о том, что комбинация неволумаба и химиотерапии может стать новым потенциальным стандартом первой линии лечения пациентов с метастатическим раком желудка и кардиозофагиального перехода на уровне ЗИВЕР-2, ЗИВЕР-3. Это мы видим четко в наших рекомендациях НССН и в наших российских рекомендациях, для того чтобы улучшить показатели эффективности терапии наших пациентов, добавление неволумаба уже является клинической рекомендацией. Несколько слов относительно исследования TRACTION-4. Это исследование, которое было выполнено на азиатской популяции пациентов, тоже достаточно большая когорта, больше 700 пациентов вошло в исследование. Азиатские коллеги также подтвердили, что добавление неволумаба к первой линии стандартной химиотерапии достоверно увеличивает показатели беспрогрессивной выживаемости и частоту объективного ответа. В заключении относительно опухоли пищевода и рака желудка мне бы хотелось сказать о том, что действительно иммунотерапия совершила прорыв в лечении этих опухолей. И сегодня мы говорим о том, что уже эти пациенты лечатся с применением иммунотерапии не только во второй и третьей последующих линиях, но иммунотерапия выходит на сегодняшний день для лечения. Для адювантной терапии, если мы говорим о раке пищевода, первая линия метастатического рака пищевода, плоскоклеточный рак с уровнем ПДЛ более 10, это комбинация пембролизумаба и платинового дуплета, а для аденокарцином с уровнем СПС более 5, это комбинация платинового дуплета с неволумабом. Вторая линия терапии метастатического рака пищевода, и при плоскоклеточном раке используется пембролизумаб, и при уровне СПС больше 10, и при уровне ТПС больше 1 используется неволумаб. Первая линия метастатического рака желудка, комбинация неволумаба и платинового дуплета. Вторая, третья, последующая линия, это монотерапия иммуноонкологическими препаратами, поэтому на сегодняшний день мы смело можем говорить о том, что фактически в любой линии терапии мы можем использовать иммуноонкологические препараты. И здесь мне бы хотелось задать вопрос для голосования, применяете ли вы в своей клинической практике комбинацию иммунотерапии и химиотерапии, речь идет о неволумабе и платиновом дуплете для первой линии лечения метастатического рака желудка при условии СПС больше 5. Да, применяем? Нет, не применяем. Коллеги, голосуем. Голосование запущено. Всего 2 ответа. Да, нет. Сейчас посмотрим, кто за и кто. Да. Интересные результаты тут появляются. Сейчас посмотрим буквально несколько секунд, и мы увидим результат. Да, очень. 50 до 50. Ну, мы с вами, конечно, являемся заложниками клинических рекомендаций. Есть рекомендации, в которых наши отечественные, это новый стандарт терапии, но тем не менее, пока эти режимы не включены в КСГ, и как раз здесь к нам приходит на помощь наша врачебная комиссия, и решением врачебной комиссии вы смело можете назначать данную комбинацию с точки, опираясь на эффективность и клиническое преимущество именно комбинированного режима неволумаба и платинового дуплета. И буквально несколько слов касательно колоректального рака. Мы все прекрасно знаем о том, что в последнее время все больше и больше возрастает значение в молекулярных и генетических маркерах, таких как экспрессия наличия мутаций в генах КИРАС, наличия мутаций в гене БИРАФ, микростелитная нестабильность для определения прогноза заболевания. Но это не только прогностические, но и предиктивные факторы, которые помогают нам определить с вами, какую же терапию выбрать для пациента. Наличие микростелитной нестабильности. Различные солидные опухоли могут демонстрировать экспрессию MSI-HIGH. Но вот если мы говорим о колоректальном раке, примерно 15% больных характеризуется MSI-HIGH на ранних стадиях, и около 4-5% больных метастатическим колоректальным раком имеют MSI-HIGH экспрессию. Почему это важно? Потому что наличие MSI-HIGH, мало того, что, как я уже сказала, определяет выбор терапии, это прогностический фактор. Мы видим, что MSI-HIGH это прогностически неблагоприятный показатель и безрецидивной общей выживаемости больных. При наличии этого фактора это ухудшает прогноз в отношении выживаемости пациентов. Еще в 2017 году было показано, что MSI-HIGH опухоли лечится, применяя иммуно-онкологический препарат пембролизумаб, который достоверно увеличивает частоту объективного ответа и повышает контроль над заболеванием. Наука не стоит на месте, продвигается дальше, исследуется активность других иммуно-онкологических препаратов. И вот одно из исследований, это исследование Checkmate 142 по оценке эффективности неволумаба у пациентов с наличием MSI-HIGH в колоректальном раке, которые ранее получили хотя бы одну или более линии лекарственной терапии. И что мы видим? Пациенты, которые получали неволумаб, демонстрируют медиану без прогрессивной выживаемости 6,6 месяцев, а медиана общей выживаемости достаточно высокая и к настоящему времени пока не достигнута. Показатели общей выживаемости 18-месячной составляют 67%. При этом, чем выше частота объективного ответа, тем выше показатели общей выживаемости этих пациентов. И интересным стал второй рукав этого исследования, когда проводилась оценка комбинированной иммунотерапии, комбинации ипилимумаба и неволумаба у этой когорты больных. И что же мы получили? Не листает. И что же мы получили? 119 пациентов гистологически подтвержденным метастатическим рецидивирующим колоректальным раком с наличием MSI-HIGH, также получавшие как минимум одну линию терапии, были включены в исследование неволумаба и ипилимумаба, стандартный режим дозирования препаратов. И мы видим, что добавление ипилимумаба к неволумабу достоверно увеличивает показатели частоты объективного ответа, 55% против 31% в группе только терапии неволумаба. И при этом показатели выживаемости колоссальные. 12-месячная беспрогрессивная выживаемость 71% и 12-месячная общая выживаемость 85% в группе больных, которые получают комбинированный режим. Обновленные данные при наблюдении за пациентом более чем 4 года, 50 месяцев в период наблюдения, обращают внимание, что медиана беспрогрессивная, медиана общей выживаемости до сих пор не достигнута. Фактически 4-летний показатель выживаемости беспрогрессивной составляет 53%, а общей выживаемости 70,5%. Колоссальные цифры, с которыми мы раньше вообще никогда не сталкивались. Что касается безопасности, то, конечно, добавление ипилимумаба добавило частоту осложнений 3-4 степени, при этом осложнения были достаточно приемлемы, их частота была не более 20%, но при этом обратите внимание, пациенты, у которых отмечались те или иные нежелательные явления, они демонстрируют еще более высокие показатели общей и беспрогрессивной выживаемости. И что мы видим в рекомендациях НССН? Комбинация ипилимумаба инивалумаба, либо пембролизумаб на втором месте, либо это комбинация нивалумаба или пембролизумаба в монорежиме. Это же мы видим в наших российских, отечественных рекомендациях. И в заключении мне бы хотел сказать, что, конечно, представленные высшие результаты позволяют расценивать комбинацию невалумаба и пилимумаба как новый стандарт терапии у пациентов, ранее не получавших иммуно-онкологические препараты, при наличии MSI-ХАЙ. Благодарю за внимание. Продолжение следует...